шалом уважаемые дамы и господа мы продолжаем с вами изучать каббалу и строение миров для того чтобы понять как возможно из бесконечного света творца который называется о рейнсов создать сотворить произвести ограниченные миры мы должны с вами разобраться в терминах есть два важнейших термина которые связаны с сотворением миров один из них называется гвуль граница ограниченность второй называется бли гвуль безграничность и все это связано с состоянием и излучением света энсов мы знаем с вами что в жизни все относительно в духовной жизни тоже есть такая понятная такое понятие относительность ограниченный свет является относительной границей света более высокого и возвышенного в свою очередь цвет более высокий возвышенный духовно является безграничным относительно низшего света и так как все относительно поэтому в одном месте мы встречаем одну и ту же духовную ступень которая является как бы безграничной по отношению к одному моменту и ограниченной по отношению другому моменту сейчас более подробно существует четыре мира а целут брия и цера асия мы в последующих уроках с вами с божьей помощью рассмотрим это все подробно но в абрабиатуре эти четыре мира называются абия самый высокий духовный мир а целут самый низкий материальный мир в котором мы с вами живем называется асия а целут это первая и высшая ступень в цепочке поступенного снисхождения миров поступенное снисхождение миров на святом языке называется седр и штальшилут и так при этом спуск понимается в духовном плане так чем больше спуск тем в духовном смысле ниже мир так мира целут считается совершенным безграничным его свет абстрактен и духовен и тем не менее именно мира целут в другом контексте считается ограниченным по сравнению со своим источником более высшим светом который называется ор-эйнсов свет безграничный жизни бывает очень часто вот примерно такие вещи мы с вами имеем неограниченную власть мы руководим людьми но в нашем доме может быть в быту перед нашей супругой перед нашими детьми мы становимся ограниченными покорными людьми то есть если в каком-то месте мы руководим кем-то то может в других местах руководят нами то есть мы в одном месте безграничные другом месте очень ограничены и так с нашим с примером мир отселут безграничен по отношению к нижним миром брия и цира ясия но он же является ограниченным к миру или к свету ор-эйнсов ведем еще два понятия определяющие ограниченность и безграничность ор и кли ор это свет к ли это сосуд во множественном числе ор свет будет урод во множественном числе кли сосуд будет кили эти понятия совершенно духовны у них нет ничего общего с материальностью давайте постараемся представить эти ступени которые определяют безграничность и границу непосредственно в самих мирах свет связан с раскрытием своего источника и он не ограничен он отделен от любых человеческих определений сосуд же наоборот он ограничивает в себе этот цвет в данном случае свет является влияющим на сосуд свет это машпия влияющий сосуд это мекабель принимающий вмещающий в себя как учитель как учитель и ученик учитель он влияет на тебя он дает тебе то изобилие знаний ученик же впитывает этот цвет учителя эти знания машпия это влияющий мекабель принимающий итак в этом мире нашем материальном каждый предмет является потенциальным сосудом потенциальным кли для того чтобы вместить в себя и принять ор или свет каждый из нас с вами является сосудом предметы которые нас окружают тоже являются сосудами надо только захотеть принять свет наполнить нашу жизнь светом и потом передать этот свет и наполнить им все окружающие сосуды каббала говорит что при помощи сосудов свет передается обитателям миров именно на том уровне на котором они находятся и именно в той степени в которой они способны его принять например ангел который тоже является сосудом он на одном уровне и он наполнен великим светом светом более безграничным чем свет который наполняет людей уровень света всевышнего а этот свет называется ор энсов по своим свойствам абстрактен и безграничен и не входит ни в какие физические параметры он в этом мире может остаться только с помощью сосудов мы должны закрыть его ограничить его для того чтобы пользоваться этим светом и это зависит только от нас с вами и для того чтобы мы подытожили наш урок давайте вспомним те термины которые звучат не на русском языке итак первый термин седр и штальшелут порядок поступенчатого снисхождения миров седр и штальшелут гвуль граница блигвуль безграничность ор это свет кли это сосуд или его можно назвать проводник машпия это влияющий в данном случае свет он влияет микабель это тот кто принимает абсорбирует вмещает в себя этот свет этого у и Субтитры сделал DimaTorzok